Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 11 главу первого послания апостола Павла Коринфинам. В предыдущих главах апостол Павел говорил своим ученикам в Коринфе о важности свободы. И для апостола Павла свобода – это прежде всего освобождение. И самым главным препятствием на пути к свободе является идолопоклонство. И мы с вами видели, насколько оно бывает парадоксальным и опасным. И в 11 главе апостол Павел обращается непосредственно к богослужебной дисциплине, к тому, как христиане должны вести себя на евхаристических собраниях и как должны строить свою общинную жизнь. Потому что свобода христианская, прежде всего, выражается в том, как человек живет в общине и как складывается эта община. Начинает апостол Павел с ключевого слова «подражание». «Будьте подражателями мне, как и я Христу». Слово «подражание» здесь вводит очень важную проблематику «предание». Точно так же, как апостол Павел не от себя приносит какое-то новое учение, но он передает то, что он принял. Поэтому здесь возникает вопрос о предании, священном предании и о традиции церкви. То, что передается из рук в руки, из поколения в поколение, как нечто аутентичное и подлинное. Поэтому, как Христос является моделью, образцом для апостола Павла, точно так же они, ученики Каринфа, могут использовать апостола Павла тоже как образец для подражания. Поэтому будьте подражателями мне, как и я Христу. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог». И в последующих стихах апостол Павел изображает некую пирамиду. И здесь очень важно понимать, что вопрос о том, почему женщины должны молиться в собрании с покрытой головой, это не просто вопрос дисциплины или традиции, но, как мы увидим, для апостола Павла это вопрос богословский. И, по сути, его занимает не только тема, чтобы женщина встала на место, чтобы она была послушной и занимала какую-то второстепенную роль в общине. Нет, как раз скорее наоборот. Для апостола Павла важно, чтобы женщина заняла подобающее место, то есть она стала полноправным участником евкаристических собраний. И, к сожалению, в нашем мире эти слова истолковываются превратно. Для того, чтобы понять вообще изначальный смысл, нужно себе представлять, что эллинистическое общество было очень иерархичным, все было очень жестко кодировано, везде был свой кодекс поведения и своей иерархии. И поэтому в коринфской общине все молились с непокрытой головой. Тогда как в иудаизме и мужчины, и женщины, особенно в момент молитвы, должны покрывать голову. И когда апостол Павел пришел в коринф, то он проповедует свободу. Он говорит о том, что к Богу нас приближают ни традиции, ни предписания о том, что нужно покрывать голову, ни предписания о кошерной пище и вообще, какую пищу нужно употреблять. Единственное, что нас приближает к Богу, это крещение. И в таинстве крещения Бог приближается к нам. И поэтому все иудейские традиции можно оставить в стороне. В том числе можно молиться и с непокрытой головой. Поэтому в коринфе не только вчерашние язычники молятся с непокрытой головой, но и вчерашние иудеи тоже начинают молиться с непокрытой головой. И когда апостол Павел об этом рассказывает христианам в Антиохии и в Иерусалиме, иудео-христианам, это у них вызывает возмущение, потому что им это кажется совершенным нечестием и неуважением к Богу. И тогда апостол Павел должен как-то защищаться. И он объясняет. Дело в том, что в эллинистической культуре, если мужчина покрывает голову или отращивает длинные волосы, то это признак, внешний знак какой-то нетрадиционной ориентации, как бы мы сказали сегодня. Поэтому уважающего себя отца семейства или женатого мужчину ты не заставишь в собрании покрывать голову. С этим иудео-христиане могут согласиться. Но как же быть с женщинами? И вот здесь возникает отдельная проблематика, и логика апостола Павла очень тонкая, и нужно внимательно разобраться. Во-первых, апостол Павел изображает некую пирамиду. Женщина подвластна мужу, находится в отношениях субординации. Мужчина отвечает за женщину в семье. Точно так же, как Христос отвечает за мужчину, муж подчинен Христу. Точно так же, как Сын Божий подчинен Богу Отцу. Поэтому выстраивается такая пирамида, которая не представляет себе ничего унизительного. Это не феодальная лестница. Это просто какая-то очень тонкая и важная иерархия ценностей, которую затем апостол Павел объясняет. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову», потому что было не принято среди эллинов покрывать голову. И здесь употребляется слово «пророчествующий». Кто эти пророчествующие? Скорее всего, это люди, которые председательствовали, занимали главное место, руководили на собрании. Поэтому тот, кто председательствует на собрании или тот, кто объясняет и свидетельствует о том, как Дух Божий действует в твоей жизни, и в этом смысле пророчествует, он не должен покрывать голову. Хорошо. Но если женщина, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, она постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. То есть, если женщина без платка, без вуали, без покрывала, то фактически то же самое, что ее голова обрита. Это знак какой-то обнаженности и какого-то позора. Кстати, от того, что здесь, опять же, говорится, параллельно мужчина, молящаяся пророчествующая, женщина, молящаяся пророчествующая, служит косвенным указанием на то, что, вероятно, в общинах, которые основал апостол Павел, женщины имели такую привилегию наравне с мужчинами председательствовать и пророчествовать. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И дальше апостол Павел переходит от социально-культурных обычаев, эллинских обычаев, покрывать или не покрывать голову, переходит к богословской аргументации. И здесь мы видим, что логика немножко становится противоречивой, потому что действительно Ева взята от Адама, и поэтому Адам — глава и источник, и в каком-то смысле отец Еве. Но, с другой стороны, все мы рождаемся от женщины, и поэтому сказать, что мужчины подчинены женщинам или женщины-мужчинам, очень сложно решить этот вопрос однозначно. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа», как Ева от Адама. «И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на своей главе знак власти над нею для ангелов». Здесь очень сложный вопрос, кто эти ангелы, потому что вообще с ангелами у апостола Павла были довольно сложные отношения, но здесь очень важно понимать, что речь идет о том, что в античности женщина не могла приходить в храм в одиночку. Она имела право, как и сейчас во многих традиционных обществах, появляться в общественном месте только в сопровождении мужчины. Либо это муж, либо отец, либо брат. Женщина не могла прийти в храм Юпитера или Марса. Вот так, одна эмансипированная женщина. Это было не принято. Исключением были храмы Весты, куда женщины приходили для того, чтобы найти себе мужчину. Но это было исключением. Поэтому очень важная черта этого общества, которая может быть нам кажется необычной и уже забытой, женщина в принципе не имеет возможности появляться одна. Всегда нужны отношения родства, нужен глава, нужно какое-то покровительство, какая-то тень мужчины, которая обеспечивает достоинство этой женщины. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, но все от Бога». Логика апостола Павла говорит о том, что конечным моментом и точкой отсчета является Бог. И точно так же, как Христос, сын, подчиняется отцу, и в этом смысле осуществляется его царское, божественное достоинство, точно так же и жена подчиняется мужу, но в этом нет ничего рабского или унизительного. «Рассудите сами, приличной жене молиться Богу с непокрытой головою. Не сама ли природа учит вас, что если уж муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни в Церкви Божией». То есть не мы, это общины, которые основал апостол Павел, где были и иудеи, и были язычники, ни Церкви Божией, то есть иудео-христиане Иерусалима и Антиохии. И поэтому женщина должна покрывать голову, но в крайнем случае волосы для нее и служат таким знаком покрывала, знаком авторитета, того, что она под защитой и под покровом и имеет право свободно участвовать в жизни собрания. Здесь употребляется слово «глава». И нужно понимать, что это очень сильное слово в языке апостола Павла, и в нашем языке тоже от него происходит слово «начальник» и «подчиненный». То есть отношение того, что возникает некая субординация и некая взаимная ответственность и взаимозависимость. Точно так же и Христос потом станет в словах апостола Павла главой церкви. И после вопроса о покрытии головы женщинами апостол Павел переходит к вопросу о том, как должна совершаться вечеря Господня, то есть, по сути дела, знакомая сегодня нам Евхаристия. И дальше, начиная с 17 стиха, мы с вами имеем самое древнее свидетельство о том, как совершалась вечеря Господня, как совершалась Евхаристия в самых первых христианских общинах. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные». Первая проблема, которая возникает во всех общинах и в древности, и в современном мире, то, что возникают разделения. Люди начинают сравнивать себя с другими и возвышать себя за счет других. И апостол Павел говорит, да, что должны быть различные мнения, и люди очень различные, но при этом разделений быть не должно. Но есть более серьезная проблема, которая связана с этими разделениями. И дальше апостол Павел описывает обычаи, как совершались евхаристические собрания. Дело в том, что собрания совершались дома, у какой-нибудь семьи, где было много комнат, и в отдельной комнате собирались отцы семейства, то есть наиболее важные члены общества. В отдельной комнате собирались женщины, в отдельной комнате собирались дети, еще в другом помещении отдельно собирались рабы, в отдельном месте собирались вольно отпущенные. Таким образом, община дробилась на какие-то отдельные группы, и каждый приносил с собой пищу и вкушал то, что он принес с собой. И лишь только после этого, когда все поужинают, председательствующий, может быть, это был отец семейства, глава этого дома, где собирались христиане, преломлял хлеб и благословал чашу, и это было уже вечерей Господней. Но сначала был этот обычай ужинать в отдельных помещениях, и каждый ест то, что он сам с собой принес. Именно это апостол Павел и изобличает. И Евхаристия, как трапеза Господня, становится одновременно судом. Для того, чтобы провозвестить веру, нужно изобличить то, что является ее искажением. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Апостол Павел однозначно дает понять, если вы просто приходите для того, чтобы поужинать на виду у всех тем, что у вас имеется дома, в том числе мясная пища, потому что кто-то приносил мясную пищу, и это была всегда некая ритуальная пища, связанная с физическими жертвоприношениями. «Если вам хочется просто поужинать, ужинайте дома, а вместе собирайтесь только для трапезы Господней. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И дальше следуют стихи, которые мы с вами слышим на главной литургии года, на Евхаристии Великого Четверга. «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломив, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание». «Также и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в Моей крови, сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть апостол Павел подводит своих читателей к мысли о том, что всякая христианская трапеза является не просто застольем и не просто возможностью утолить голод, но прежде всего неким воспоминанием о той тайной вечере, которую совершает Христос накануне Своей смерти. И поэтому, если вы и собираетесь, и будете пить, то пейте только в Мое воспоминание. Вот какой акцент ставит апостол Павел на последних словах Христа. «Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Здесь возникает очень важный вопрос, который терзает совесть многих верующих людей. Что это означает причащаться недостойно? И что означает достойно? И из контекста этого послания мы видим, что имеет апостол Павел в виду. «Недостойно» — это означает каждый сам за себя, а Бог за всех. Ты приносишь то, что ты принес, не обращая внимания на твоих собратьев, которые, может быть, остались голодными, а ты упиваешься. И именно это становится недостойным участием в вечере Господней. И в чем же состоит различать тело и кровь Христа, различать тело Господне? Это прежде всего обращать внимание на других людей, понимать, что тело Христа — это прежде всего община, церковь. И поэтому на ней невозможно, на этой трапезе, невозможно просто съедать свое, не обращая внимания на других. Это и будет не различать, не обращать внимания на тело Христа. «Да испытывает же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, то есть о церкви. Оттого многие из вас и немощны, и больны, и немало умирает». Потому что это знак осуждения. Поэтому среди вас так много людей, немощных, больных и умирающих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, то есть если бы действительно мы сами были самим себе судьями, то мы бы себя не судили. Но поскольку мы судимы Богом, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И здесь то же слово «наказываемся от Господа» приобретает совершенно новое звучание для многих людей, потому что очень часто кажется, что наказание — это какая-то экзекуция. Но напротив, Господь нас наставляет. И поэтому суд не как наказание, но как некое наставление и урок мудрости. Для того, чтобы не быть осужденными с мирами, Господь нас наставляет. И в этом состоит Его суд. Он царь и судья. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». И в этих последних словах как раз нам дается ключ ко всей главе. Самое главное в христианской общении — это чтобы люди ждали друг друга, чтобы были внимательны друг к другу. И в этом будет проявляться их братская любовь. Поэтому, собираясь на ужин, ждите друг друга, вкушайте его вместе. Если вы собираетесь просто для того, чтобы наесться, то лучше это делать дома. На этом мы с вами закончили чтение 11 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. На портале «Экзогет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. КОНЕЦ Продолжение следует...